Доброго времени суток, все начинающие практики, продвинутые практики и просто интересующиеся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем тему «Ответы на вопросы наших зрителей и читателей». И здесь как бы известный вопрос, а собственно, как применяется магия в личных отношениях? Можно ли применять магию в личных отношениях? Ряд читателей вспоминают фильм «Чародеи», которые говорят, «Э, в личных отношениях лучше сами люди будут разбираться без всякой магии». В принципе, конечно, хорошо бы разбираться в личных отношениях, используя здравый смысл, но вдруг по каким-то причинам здравого смысла недостаточно. Итак, можно ли применять магию в личных отношениях? Помогает ли она? Ответ на оба эти вопроса — да. Да. Собственно, у нас был этой теме посвящен даже не один большой курс, но озвучим основные применения магии в личных отношениях. В представлении обывателя основное применение магии в личных отношениях — это страшные привороты, когда вы сразу или находите своего избранника, и тут же его заколдовываете, и он в вас безумно влюблен, на ваш раб до конца своего воплощения, а то и на несколько следующих. Но на деле, конечно, в отношениях магия применяется в основном не так. То есть на чём построены во многом успешные отношения? На том, что у вас есть достаточно информации о том, что хочет ваш партнёр, о чём мечтает ваш партнёр, что ему важно. И во многих случаях между людьми нарушено нормальное общение, эту информацию люди не выдают. Так вот тот, кто занимается магией, получает возможность чувствовать своего партнёра, понимать его чувства, проникать в его мысли, отождествляться и реально понимать, что ваш партнёр хочет, что он испытывает, что ему важно, и иметь возможность на это отреагировать и исправить там, где обычно слов недостаточно. И это уже способно очень сильно улучшить отношения, то есть это диагностика. Опять же, аспект диагностики помогает в выборе отношений. Бывает, что человек со всех сторон кажется вам замечателен, вот может быть ничего не смущает, может что-то смущает, и обычными методами вы иногда не можете понять, насколько этот человек вам подходит или разрешит свои сомнения. Здесь могут прийти вам на помощь дополнительные методы сканирования, в результате которых вы сможете или почувствовать скрытое, или как-то прочувствовать варианты будущего и понять, это то или не то. Соответственно, бывают варианты, когда между людьми нарушена коммуникация, гармония, сонастройка, есть какие-то блоки, которые не убираются психологическими или другими путями, и тогда между людьми можно скорректировать энергетику их отношений, что благотворно на них повлияет. Конечно, с точки зрения магии можно обеспечить и более счастливые ветки вероятностей, и, конечно, поскольку магия способна воздействовать на события, можно попытаться встретиться и притянуть человека, который вам более подходящий. Поэтому да, магия может воздействовать и помогать в отношениях. В основном, основная ценность магии здесь — это не силовые методы воздействия на кого-то, но умение лучше чувствовать других людей и привлекать к себе именно тех, кто с вами совпадет по ценностям, а также понимать, кто вам не подходит с большей эффективностью. Ну, вообще, эта тема очень большая. Я говорю, мы на это проводили тему много курсов. Может быть, будем проводить в дальнейшем. Все, кто хочет узнать об этой теме больше, пишите в комментариях, следите за новостями на этом канале. Ну, для этого сделайте то, что в вашей власти, чтобы следить за новостями. Например, подпишитесь на него. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного! Субтитры сделал DimaTorzok